Всем приветики! Сегодня у нас с вами Крыгина Бокс, домашняя спа, уже не первая коробка в такой подборочке и очень прикольная по дизайну, потому что это, вот смотрите, Елена Крыгина в ванной на ножках, в ванной мечты лежит и такая чик-чик-чик ножками своими дрыгает. Собственно, упаковка не случайна, потому что я большой фанат домашнего спа. В силу, опять же, нехватки времени я чаще выбираю домашний уход, потому что очень плохо в мой график тайм-менеджмент вписываются косметологические процедуры. Вписываются они только по строгой необходимости, ну вот когда совсем уже надо. Пример с меня в этом случае брать не надо, мистер кот, привет. Ходить к косметологам дело это полезное, хорошее и весьма эффективное, но просто у каждого, что называется, свои приоритеты. Большая коробка, набитая всякими классными штучками, карточка, по которой, собственно, мы и пойдем. Начнем мы с вами с шампуня и бальзама-ополаскивателя Биолаш. Хорошенькие миниатюрки, тревел сайзы по 50 мл каждая. Если вдруг ваша домашняя спа и уход будет в другом городе, вам будет удобно взять их с собой. Полноразмерно выглядит вот так. Я недавно познакомилась с этим брендом, мне очень понравился. При всем своем натуральном составе очень хорошее очищение, очень хорошее питание. И очень, кстати, мне понравился их сухой шампунь. А вообще, изначально, когда мне только пришли на тестирование эти баночки, я вообще подумала, что это йогурт. Потому что они очень похожи на что-то из продуктового магазина. Итак, это питательная гамма, называется она Роу Нориш. И как бы это, на первый взгляд, странно не звучало, в основе этой гаммы кинуа и мед. Вот теперь точно кажется, что это бутылочка с полезной жидкой едой. Но нет, это шампунь и бальзам для ухода за сухими и тусклыми волосами. А я вам хочу сказать, что я даже при наличии двух студий красоты собственных, очень редко попадаю на профессиональный уход за волосами. И вот эти все время фены, укладки и все-все-все так сильно влияют на кончики, что хоть каждую неделю состригай. Потому что очень быстро они убиваются, если не следить должным образом. Поэтому я всегда использую восстанавливающий шампунь для сухих, очень поврежденных волос. Шампунь довольно жидкий, он прозрачный, но при этом хорошо пенится. Легко смывается без остатка. И, что важно, несмотря на то, что он такой вот прям весь питательный, не делает кожу головы жирной. И нет ощущения, что уже к вечеру хочется снова помыть голову. Волосы после использования очень гладкие сами по себе, как будто бы их даже немножко вытянули утигом. У меня, по крайней мере, у меня прямые волосы, на них заметно. После брашинга они прям рассыпчатые. Очень легко расчесываются и, что важно, подходит для чувствительной кожи головы и для тех, у кого зуд, кто любит почесать. Вот для такой кожи головы это шампунь и бальзам, которые дают успокаивающий эффект и не вызывают лишнего раздражения. Особенно заметно действие на секущихся кончиках, потому что они заметно более гладкие. Я рекомендую промывать голову дважды. Первый раз делать внимание на корни, очень хорошо промывать. А на второй мытье взять совсем чуть-чуть шампуня, также взбить пену в корнях и больше распределить по длине, чтобы промыть именно длину. Для нормальных волос в целом тоже подходит, но вот для сухих, как доктор прописал. И сразу его со-товарищ, питательный бальзам-ополаскиватель, который вы после шампуня, собственно, сразу будете использовать. У него в составе кокосовое масло, белая коалиновая глина. Аромат вообще у всей этой линейки, такой немного медовый, с легкими нотками кокоса. Я люблю кокосовое все, поэтому мне очень нравится. Наносите минуту на две, в принципе, достаточно. Но если хотите подержать дольше, то результат, конечно, будет лучше. Только тогда не поднимайте слишком высоко к корням. Кондиционер также легко смывается, без ощущения, что он остался на волосах. Имеет накопительный эффект. Расход вообще у продуктов минимальный. Они действительно хорошо распределяются, даже вот на мою длину. Надолго хватило мне миниатюр, которые вот в коробочке. Дальше. Саше Виши. С этой, ну вообще с линией масок Виши я вас уже знакомила в коробках, где вот так по два саше. Это успокаивающая, восстанавливающая маска с алоэ. Вот в каждом таком саше типа одна порция маски. Но я вот как уже говорила, еще раз повторюсь. Мне на все лицо и шею половинки хватает, поэтому экономьте. Используйте половинку, потом так зажмите. Хорошо, чтобы она у вас не высыхала. И через там несколько дней используйте еще раз. Полноразмерно она выглядит вот так, в классической баночке Виши. Зеленая, с очень свежим ароматом алоэ. Это восстанавливающая маска для сухой кожи, которой прям необходимы дополнительное увлажнение, дополнительное питание и жизненные силы. Особенно, если это чувствительная кожа и склонная к всяким раздражениям. Потому что эта маска на основе термального Виши. И плюс в ней нет агрессивных компонентов, которые могли бы раздражать кожу. Наоборот, она на основе алоэ, которое очень хорошо успокаивает и увлажняет чувствительную, раздраженную кожу. Чувство стянутости после умывания становится заметно меньше. Кожа более свежая, более ровный цвет лица становится. Нанести ее, по сути, надо на 5 минут. Один раз, два раза в неделю. Причем наносить можно тонким слоем. Расход у нее очень небольшой. У нее густая достаточно текстура, поэтому просто хорошо распределите маску по лицу и оставьте. Я, если честно, дольше держу. Но я все маски дольше держу, потому что я просто про них забываю, я наношу и продолжаю заниматься своими делами. И мне нравится результат, если подержать ее там минут 15-20 даже. Плюс у нее такой свежий травянистый аромат, что он как ароматерапия, хорошо очень настраивает. Свежее, бодрое настроение становится. Она очень хорошо увлажняет, размягчает и во время снятия очищает от шелушений. Хорошо на слишком сухих участках увлажняет кожу, где вот есть какой-то гиперкератоз или намеки на него. И очень хорошо успокаивает покраснение. Если у вас есть такие проблемы, класс. Даже черные точки становятся менее заметными, потому что очевидно, и помимо восстанавливающего, у нее есть еще и очищающий эффект, очень мягкий. Следующий продукт у нас в коробке. Это крем для рук Фердия. Полноразмерный продукт в коробочке в нашей. Один из двух вариантов будет в коробке. Либо персиковый, либо манговый. У меня персиковый, за что спасибо судьбинушке, фортуне, потому что я обожаю персиковый аромат. У этого крема очень классный аромат, очень хорошая текстура, быстро впитывающаяся, без липкой пленки. И при этом у нее очень компактный сам по себе формат. Крем содержит масла фруктовых косточек, масло ши, мед и, ну, соответственно, экстракт либо персика, либо мангового. Ой, так вкусно пахнет. Он такой, как крем-бальзам. Он не жирный, он именно хорошо и быстро впитывающийся. Если вам вот нужно быстро намазать руки, и чтобы крем впитался без следа, и вы дальше могли что-то делать, это вот оно. Плюс у него хороший восстанавливающий эффект до кожного покрова. Он увлажняет хорошо заживляющий эффект, если есть какие-то травмы, микротрещинки. Ну и шелушение, огрубевшие какие-то участки тоже хорошо смягчаются. Я его еще люблю сразу на локте намазать. А еще в этом аромате и вообще в дизайне есть что-то такое нежное детское, что вызывает у меня прям, ну, какие-то прикольные чувства. Я намазываюсь, и мне как будто бы подарили мешок с жвачками, леденцами, вот прям как из детства. Если у вас очень сухая кожа, прям совсем вся в трещинах, то, конечно, такой крем не справится, потому что нужна более густая, более насыщенная текстура. Это именно для тех, кто регулярно использует увлажняющий крем и наносит его в течение дня. И вот это чувство, когда ты только намазала руки кремом, очень сильно любит, так же, как я. Следующий продукт у нас для волос. Это масло Marrakesh Oil. Восстанавливающее масло для волос, особенно для их кончиков. Полноразмерно выглядит вот так. Я сейчас активно юзаю эту бутылочку. Она, кстати, в полноразмерном варианте в стекле. Это универсальное масло в линейке. Масло, да. Какой-то торпеда. Подходит для любого типа волос. И, как я вам уже рассказывала, про масло и как его использовать. Если вы только начинаете использовать масло, наносите его первые несколько раз довольно щедро, чтобы это прям как тритмент было. Не ждите, что волосы не станут жирными, станут, потому что это масло. Но вот когда очень сухие концы, их иной раз надо прям сильно пропитать. И вот с каждым мытьем... Ты такой нелепый кот! Ты где твоя грация? Ты почему не можешь запрыгнуть, ты нормально падаешь всю рюк? Дальше с каждым мытьем вы можете уменьшать, скажем так, количество покрываемой зоны. И потом в конце уже останетесь только на самих кончиках. Если чуть-чуть совсем будете наносить, то укладке это никак не повредит. Наоборот, волосы даже будут лучше укладываться. Единственное, что важно, нанесите капельку на ладони, хорошенько разотрите, чтобы масло согрелось. Воспределите его по ладоням и потом вот так вот так вот так вот на кончики нанесите. Я король лев, царь мира! В составе этого масла два суперкомпонента, известных своими питательными свойствами. Это масло органа и масло конопляного семени. Оно законом не возбраняется, оно полезное. Это два таких культовых масла для восстановления волос, потому что действительно они наиболее эффективны. И вообще продукты с органовым маслом и с маслом конопляного семени, они очень такие нориш, они очень восстанавливающие, очень глубоко питающие. Если у вас прям сухие кончики и волосы постоянно секутся, это два компонента, которые вам надо искать. Так вот, это масло по сути состоит из двух этих масел. Масло вообще в принципе очень важно, потому что оно не дает волосам пересыхать во время укладки, оно сохраняет цвет волос, если вы их красите, обладает хорошими защитными свойствами. Лучше всего масло наносить на влажные волосы, потому что оно еще влагу будет в волосах удерживать, но в целом если на сухие волосы нанесете, тоже будет хорошо. Ну и наверное самый основной плюс, по которому можно, я лично для себя определяю, подходит масло моим волосам или нет, это запечатывает ли оно волосы, выравнивает ли оно, потому что очень важно, что если кутикула волосы, она отслоилась вся, сечься начинает, очень важно ее выровнять, ее насытить, увлажнить, чтобы она стала более гладкая, чтобы волос стал более гладкий и чтобы он не начал расслаиваться дальше. Следующий продукт у нас в коробке полноразмерный, это Хэрин Голд. Лак Маск, это порошковая маска, кстати, вот что-то мало, мы уделяем внимание свадить порошковым маскам, а зря, по сути это что-то типа такого, по ощущениям черного песочка, который вы разводите с водой, наносите на лицо, ждете полного высыхания, потом смываете. Это маска хорошего очищения для проблемной скорее кожи, она отлично очищает поры, противовоспалительное действие дает, освежает цвет лица и очень хорошо борется с черными точками, за счет того, что в ее составе есть активированный уголь, который вытягивает загрязнение. Ложку маски можно развести в теплой водичке до консистенции сметаны, нанести на влажное лицо, очень хорошо после ванны, когда кожа немного распарена и поры хорошо открыты, можно прям схватить все черные точки, пока горячие. На 10-15 минут, в зависимости от той консистенции, в которую вы разведете маску, самое главное до полного высыхания, дальше смывайте. Очень хорошо разглаживает рельеф, очищает поры, черные точки становятся менее заметными. Мне нравится еще, когда смываю, немножко такое массажное движение делать, с небольшим количеством воды, чтобы чуть-чуть даже ее, вот она даже вспенивается как будто немножко, дополнительно отшелушивает, очищает кожу. В целом, я бы даже сказала, что это маска-скраб, потому что у нее достаточно ощутимое действие, я не знаю, если у вас кожа чувствительная, попробуйте на каком-нибудь небольшом участке, но вот после того, как вы ее смоете, а смывается она достаточно сложно, надо так прям постараться, но кожа как будто отполированная становится и очень хорошо восприимчива к дальнейшим маскам, к увлажняющим компонентам всех последующих средств. Короче, это очень интенсивная маска на грани профессионального ухода в домашних условиях. Если у вас нет возможности посещать косметолога на интенсивные очищающие маски, то в целом такой домашний вариант это гуд. Вот после этой маски можно маску с алоэ нанести и долго ее не смывать. Вот такой будет эффект. Следующий у нас в коробочке, очаровательный совершенно, Матис, не художник, а увлажняющий тоник для лица с гиалуроновой кислотой. Полноразмерная бутылка у него вообще очень классная, потому что она черная, какая-то вся обтекаемая по дизайну, очень приятно ее держать в руках. Что у нас делает тонизирующий лосьон с гиалуроновой кислотой? Увлажняет, смягчает кожу, накапливает в коже влагу, за счет увлажнения выравнивает микрорельеф, потому что кожа как бы заполняется жидкостью, заполняется влагой и сама выравнивается. Плюс формула дополнена компонентами, которые отвечают за расслабление мышц, для того, чтобы не заламывались морщины. Вы знаете, когда вот это ты не можешь уже никак расправить, то можно доверить это тонику. Он, конечно, чудес здесь не надо ждать, если у вас тут морщины и заломы, это вот так вот не пройдет, но все-таки такое прям расслабляющее действие на лице, оно ощутимо. На ватный диск утром-вечером, на лицо, шею и где вам еще нужно дополнительное увлажнение. Туда и наносите. По текстуре он такой легкий, гелевый. Если у вас очень сухая кожа, можете даже несколько раз протирать, чтобы размягчить сухие участки и немножко их отполировать с помощью ватных дисков, пропитанных лосьоном. Попробуйте, сами все поймете. Кожа заметно более увлажненная после даже первого применения. Ощущение такой легкой, ну не пленки, да, а чего-то вот какого-то увлажняющего слоя, оно остается, но в целом никак не влияет на дальнейший уход и на дальнейший макияж. И чем интенсивнее крем последующий вы нанесете, тем круче усилится его действие благодаря этому лосьону. Потому что помимо увлажняющих компонентов, которые есть в его составе, ему нуждающая влага из вашего крема, чтобы запечатать ее в коже с помощью гиалуроновой кислоты. Веледа. Культовое гранатовое масло для тела. В миленькой, немножко такой аптечной, как медицинской, как будто это пробирочка, миниатюрке стеклянной. Полноразмерно тоже в стекле, выглядит вот так со спреем. Это восстанавливающее масло для тела, 100% натуральное. И разработано оно для, скажем так, для зрелой кожи. Вообще вся эта линия, она для зрелой кожи, и, соответственно, масло для тела, для склонной к увяданию кожи тела. За этим тоже нужен уход. И уход такой нужен не тогда, когда вообще все обвисло. Антиэйдж уход, он всегда более интенсивный. Для домашнего спа, для такого глубокого восстановления, прям идеальный вариант. То есть, скорее, это масло предупреждает преждевременное старение кожи. Масло косточек граната способствует естественной регенерации кожи. Плюс здесь масло жужуба. Это хорошая основа, в принципе, для масла, потому что масло жужуба очень близко к нашему кожному жиру. Благодаря этому маслу увеличивается впитываемость любых уже дальнейших масел. Масло макадамии, ореха такого. Масло ростков пшеницы. Все они интенсивно питают и способствуют заживлению, восстановлению кожного покрова. И увлажняют, держат это увлажнение, скажем так, сохраняют эту влагу в коже. Использовать, как обычно, после ванны вечером или после душа. Пшик-пшик-пшик нанесли, размазали. Готово. На ранах и на слизистых оболочках не рекомендуется его использовать, потому что оно очень интенсивное. И почему я еще отношу это масло к категории домашнего SPA, потому что у него SPA-аромат для домашних зимних бьюти-вечеров, потому что он чем-то то ли глинтвейном, то ли каким-то рождественским напитком пахнет очень вкусно. Масло легко впитывается, не требует в дальнейшем использования крема, заменяет его легко. Не оставляет ощущения пленки и очень хорошо справляться с шелушениями, особенно в зонах, где бритье или очень сухие участки, типа локти, колени. А еще его можно добавлять в ванну. Когда принимаете в ванну, обязательно добавляйте масло, чтобы прям пока вы чистите, кожа дополнительно увлажнялась, не пересыхала от проточной воды. И когда выйдете из ванны, не будет ощущения вот такой сильной стянутости, и потом меньше масла надо будет наносить для того, чтобы увлажнить кожу. И, кстати, если уж в ванну принимаете, следующий продукт это гималайская соль для ванн. Настоящая гималайская соль для ванны. С очень прикольным названием гидонист. Гидонисты — это мы. Полноразмерно выглядит вот так. Это реально просто гималайская соль, которая пропитана эфирными маслами. Вот, смотрите, состав. Соль гималайская, розовая, эфирное масло бергамота, эфирное масло вербена, эфирное масло лайма, эфирное масло иланг-иланга, эфирное масло жасмина, эфирное масло кипариса. Витамин Е. Больше ничего нет. И банка в подарок. Очень прикольная. Это бренд ETHER для тех, кто любит погрузиться в атмосферу спокойствия и вот этого домашнего как раз-таки спа. И что важно знать еще о гималайской соли, то что добывают ее вручную, поэтому ценность ее высока. Причем вручную в пещерах Пакистана у подножия гималайских гор, а потом сушат на солнце. Почему в принятии ванн для меня очень важна соль? Потому что солевой раствор мягкий, он очень хорошо, во-первых, распаривает, открывает поры, позволяет очиститься им. Жидкость лишнюю вот эту застоявшуюся хорошо выгоняет, улучшает рельеф кожи, кожа более гладкая, она отшелушивается в воде с солью. При этом, если это хорошая соль, она не сушит, она наоборот делает кожу бархатной и такой более увлажненной, потому что она немножко даже как-то жирненькая. Ну, целебных свойств соли и соленой воды не счесть, и поэтому самый простой способ, если вы не можете оказаться на море, оказаться у себя в ванной и проточную воду снабдить правильной солью, хорошего качества, которая позволит вашей коже получить все полезные компоненты из соли, таким образом восстанавливаться. Лучше всего, конечно, перед сном, грамм 100, вот здесь 500 грамм, вот, ну, на 5 раз разделите полноразмерную, этого будет более чем достаточно, можно даже и по 50 грамм. Ну, вот, одного саше вам на одно принятие ванн, и 15 минут, там, 20 поваляйтесь в теплой воде, горячие сильно ванны не принимайте, и все, кожа, мышцы, все расслабляются благодаря соли. Конкретно у этой соли цветочный аромат, потому что там и ланг, и ланг, и жасмин, они естественным образом отдают аромат. Ну, и вообще, в целом, все масла складываются в композицию, которая, пока вы ванну принимаете, будет еще раскрываться, то есть там потом немножко вот хвойная от кипариса начинает появляться, что-то цитрусовая от вербены. А еще соль повышает упругость кожи, повышает ее крепкость, в том числе и повышает, укрепляет ногти, укрепляет волосы, все барьерные функции становятся крепче. Если кожа вялая, потерявшая упругость, она всегда после солевой хорошей ванны такая прям, ух, кредибенькая. Ну, и домашняя спа, есть домашняя спа, цель какая? Снять стресс и напряжение. Я каждый, практически каждый вечер принимаю ванну с солью. Я даже не знаю, как спать-то без этого, я же не засну. Эти мысли не остановятся в этой голове, если не расслабить их в ванной. Дальше, еще один полноразмерный продукт, это ифраше. Это мыло-скраб с кокосом, с кокосовым маслом, с пудрой кокосового ореха, который отшелушивает. Я вот хочу выступить в защиту брускового мыла, потому что в силу мягкости ощущений гелий, там, жидкого мыла, брусковое мыло, которое в нашем с вами детстве было единственным возможным, оно как-то куда-то ушло в тень. В моей ванной комнате всегда есть брусковое мыло. И то, чем я реально моюсь, это брусковое мыло, всегда наполненное эксфолиирующими вот этими компонентами. Потому что оно лучше очищает, по-другому действует. Это не отменяет гелий для душа, это не отменяет жидкое мыло, но просто брусковое мыло всегда эффективнее очищает, чем жидкое. У него сладкий, немножко такой сладковатый аромат. И, что важно, у брускового мыла массажное действие. Вот с утра встали, разогнали жидкость по своему организму, и сразу бодрее себя чувствуете, а попа более подтянутая. Что можно еще сказать про брусковое мыло натуральное? Оно не сушит, классное ощущение, на проблемных зонах вообще прям приятненько им так пожестче немножко потереть. Кожа после применения гладкая и чистая. Я, как человек, который постоянно намазывается всеми кремами мира, постоянно мажется автозагарами, мне нужно средство хорошее, очищающее. Кстати, классно для тех, кто пользуется автозагарами, потому что между применениями это мыло мягко отшелушивает, и у вас не будет разводов, не будет пятен. Вкусно пахнет. Это ифроше, и мне всегда лишний раз приятно сказать вам про ифроше, потому что я еще со школьной скамьи большой фанат ифроше. Мне прям дико нравится этот бренд по соотношению цены и качества, по его концепции, по его идеологии. Всегда страшно поддерживаю, и мне действительно очень нравятся продукты. У меня всегда есть дома что-то ифроше. Следующий продукт полноразмерный, он же моноиспользование. Это, I'm sorry for my skin, маска антидепрессант. Это соус маска, гелевая, увлажняющая и восстанавливающая для поврежденной кожи и нейтрализации стресса. Вот тут женщина заснуть не может, сидит в айфоне. Портрет среднестатистической женщины в наше время. И вот последствия такого плохого сна, недосыпания и всяких разных нервов, стрессов на работе, визуально эта маска устраняется вашей кожей. Плюс помогает коже не высыхать, потому что blue screen, голубой экран, в который я сейчас смотрюсь в айфон, имеет колоссальнейшее действие. Это можно вообще отдельно этому видео посвятить. Потому что сейчас все исследования антиэйдж на этом и сосредоточены. На том, как спасти кожу от воздействия голубого света экрана. Как минимум очень интенсивно увлажнять. Это маска на тканевой основе, на очищенную кожу, тонизированную нанести, распределить ровно по лицу, чтобы не было воздуха под ней, разгладить. Она такая гелевая вся. Минут на 10-20 оставить. Я, если честно, иногда в ней засыпаю. Хожу с ней долго, лежу долго вот так же с ней в айфоне. А потом просто засыпаю, просыпаюсь, снимаю ее. Потому что после нее умывание не требуется, остатки эссенции можно втереть в кожу. Чем больше, тем лучше. Поэтому я предпочитаю эту маску держать дольше. Но вы смотрите по ощущениям. Рекомендовано минут 15-20. Она еще сама по себе такая тоненькая, дает охлаждающий эффект. И вообще на лице почти не видно. Если делать на ночь, то кожа потом на утро очень увлажненная, такая наполненная, гладенькая вся. Но даже если вы минут на 15 нанесете, снимете, у вас такой гелевый слой останется. Он там в течение 5 минут питается. Особенно если вы руками своими поможете, помассируете немножко. Это тоже нет ощущения липкости, кожа увлажненная. И в целом даже неплохо мочится дальше с всякими BB-кремами. По крайней мере, я пробовала поверх наносить Эрбриан BB-крем. Ну, хорошо лег. Ничего не скаталось, ничего не потемнело. Все, класс. Стараемся поверх маски. И увлажняющая эмульсинка. Малышечка ДСАЭМ. Полноразмерно выглядит вот так. Бутылка достаточно большая. Это увлажняющая эмульсия для лица. У этой эмульсии пролонгированное увлажняющее действие, которое позволяет запечатывать влагу в коже. Соответственно, как я уже говорила, да, кожа наполняется влагой, расправляется микрорельеф, увлажняются и заполняются морщинки. Когда средства помогают удерживать влагу, то кожа долго сохраняет свою гладкость. Она более упругая, она в тонусе, нет ощущения, что она вся такая уставшая, как будто вот истязали и издевались над ней. Овал лица более четкий, даже такой эффект лифтинга. В этой эмульсии 5 видов гиалуроновой кислоты. 5. Запатентованный комплекс Hydro Life Shield. Плюс комплекс из-за морских водорослей, которые повышают барьерные функции, создают защитный слой на коже от агрессивного воздействия кружащей среды. В общем, если резюмировать, увлажняет, укрепляет, повышает упругость, естественное сияние дает и сохраняет кожу увлажненной надолго. И усиливает действия последующих средств. Аромат очень ненавязчивый, такой легкий, по ощущениям эмульсия. Легкая такая, прям с нежной консистенцией. Ее после тоника либо вместо увлажняющего крема, либо под увлажняющий крем, как дополнительное увлажняющее средство. И еще один бонус в коробочке. Это чай. Потому что важно не только внешне заниматься восстановлением, но и внутренне. И, конечно же, это чай. Травяной чай в сочетании с вашим уходом просто настроит вас на волну и даст вот это расслабляющее действие, чтобы вы спали спокойно. Это травки, прикольный российский бренд, очень мне нравятся их сборы. Я сама этот чай пью и использую. Особенно вот мне нравится для спокойствия, а второй для бодрости. Они прям так и называются. Очень классный сбор для бодрости, там имбирно-то какие-то нотки. А вот для спокойствия он такой прям травянистый. Действительно так прям его на ночь выпил и коснул. Это травы Алтая, травы Дальнего Востока, ягоды. Такие очень разнообразные сборы. И посмотрите, там у них очень много различных вот этих букетов с разными свойствами. Как я уже сказала, есть там для спокойствия, для бодрости. Вот есть еще для легкости, есть еще там для детокса, для настроения хорошего. В общем, обратите внимание, очень классные ребята, мне прям дико нравятся и упаковки красивые. Здесь вы попробуете всякие разные, то есть это такой Т-бокс в Крыгина Бокс. Наборчик разных чайных пакетиков. Ну и еще пару бонусов, раз уж о них заговорили. Это просто вам подарочек. Бомбочка для ванны, чтобы вам веселее было принимать ванну. Особенно для тех, кто любит вот это в воде. Так, ну что, домашний спа закончилась, коробка. Расслабляйтесь, следите за собой. Я вам желаю уделять себе побольше внимания, потому что кто, если не вы, сами себе внимания уделить. Я вот уже, честно признаюсь, давно положила на то, что кто-то это сделает за меня. Тем более, что в этом очень много удовольствия, очень много кайфа, очень много... Это вообще, знаете, для женщин очень важно, уделять время себе. Есть возможность домыслить все ваши крутящиеся мысли в голове, чему вы не успели в своей голове уделить внимание. Вот все это решается, пока вы намазываете себя кремом или лежите в ванне и пьете свой травяной чай. Поэтому уделяйте время себе, вы это время заслужили. Я вас всех целую, так чтобы дальше у нас вопросов не было. Это Concrete Electric Pink на глазах, у меня Metallized Rose Silver, все крыгинокосметикс. Больше в целом, кроме тона и ресничек, да, и чуть дровее макияжа на мне нет. Очень просто. Я на этот мейк урок записывать не буду, потому что, как только что я уже сказала, это слишком просто. Просто конкретно губы намазать и пальцем Metallized растереть по веку. Вот, все, всех целую, всем пока, хорошего настроения, занимайтесь собой. А то любите, вот, вы заниматься всеми, всеми другими, кроме себя. Занимайтесь собой. Занимайтесь собой.